Привет, ребята, это Лорен, и супер короткий совет о том, как попадать в фокус. Основные инструменты фокусировки. Еще до фокус-пуллинга, который является отдельным набором навыков. Посмотрим на четыре вещи, что вы можете сделать уже сейчас, они есть в вашей камере, для максимальной резкости. Первое, подсветка фокуса. Это опция в камере, которая подсвечивает резкие участки или края или контрастные места картинки и ярким цветом на экране. Когда вы используете подсветку фокуса, убедитесь, что нужный объект подсвечен. Окей, следующий способ. Увеличение. Это цифровое приближение объекта, чтобы разглядеть его резкость. Это происходит без изменения фокусного расстояния объектива. И вы не меняете угол. Если вы используете увеличение, нужно, чтобы объект оставался неподвижным. Джоуи, не двигайся, пожалуйста. Наведя резкость, можно отключить увеличение. Номер три. Резкость по глазам. И при подсвечивании и увеличении вам нужно на чем-то фокусироваться. Проверенный способ фокусироваться на глазах. Это самое важное в лице. Если навестись на нос, волосы или одежду, нет гарантии, что глаза будут в фокусе на протяжении всего кадра. И последний совет. Трюк с фонариком. Вам понадобится только вот такой фонарик. Почти у всех первых ассистентов оператора он есть. Это полезная штука. И все, что вам нужно, это снять верхнюю часть. И у вас будет очень резкая светящаяся точка. Чтобы навести резкость, подойдите к актеру и расположитесь на линии, где будут его глаза. При изменении фокуса точка будет становиться больше или меньше. И максимальная резкость будет соответствовать самой маленькой световой точке. Все эти варианты — лишь разные способы достижения одного и того же. Выберите самый удобный для вас. Понятно. Все, мы закончили. Пока. Перевел и озвучил Сергей Афонин.